Научные работы в области химии, сельского хозяйства, гуманитарных наук, медицины и техники были отмечены президентскими грантами. С лауреатами конкурса по государственной поддержке молодых российских ученых встретились министр по делам молодежи Александр Фабрициус и главный федеральный инспектор по Омской области Сергей Лицкевич. Одна из пяти представленных научных работ стала плодом сотрудничества производственного объединения «Полёт» и Омского государственного технического университета. Создание аппарата космической отрасли, не имеющего аналогов в мире, достойно высокой награды. Понимая проблемы, которые возникают в реальной жизни при пуске космических аппаратов, обсуждая будущее космической техники, мы вырисовали такое новое направление принципиальное – это создание маневрирующих космических аппаратов с двигательными установками собственной конструкции. Спасибо правительству и, в первую очередь, Академии наук, которая оценила это новое направление. Для нас это важно, важно самоутверждение, важно для того, чтобы молодые понимали, что они тоже в Омске решают проблемы передового, мирового уровня. В конкурсе на поддержку молодых российских ученых ежегодно участвуют кандидаты наук до 35 лет, доктора наук до 40 лет, а также образовательные организации, имеющие трудовые отношения с молодыми российскими учеными. Нужно оценивать гранты президента Российской Федерации, в первую очередь, не как поддержку науки в целом, а как поддержку я бы оценил омской науке, тем более фундаментальной науке. Оценка президента очень высокая, она позволит нашим молодым ученым, нашим студентам, преподавателям, руководителям кафедры, руководителям институтов уделять еще больше внимания развитию научной деятельности. Но и в первую очередь, я думаю, это очень важная задача – это развитие студенческого движения, развитие студенческой науки. Вручение грантов президента России – подтверждение актуальности и важности работ молодых ученых. В планах у победителей конкурса продолжить проведение научных исследований и экспериментов, чем поспособствуют выделенные средства.